Всем привет! Меня зовут Гена, и я работаю в антиспаме почты Mail.ru. И сегодня я хочу рассказать вам про то, как мы детектируем фишинговые письма. Пару слов о себе. Я младший программист-исследователь в команде машинного обучения антиспама. И наша команда, как следует из названия, занимается разработкой и поддержкой различных ML-систем, направленных на детекцию почтового спама. О чем сегодня вообще пойдет речь? Ну, вначале я скажу пару слов о фишинге, что это вообще такое, и почему сделать классификатор фишинга не самая простая задача. Затем я расскажу про наши первые модели, то, с чего мы начинали, и то, от чего нам в итоге пришлось отказаться. И затем я расскажу про наше финальное решение, про все сложности, с которыми мы столкнулись, и про то, как мы с ними справились. Что такое фишинг для тех счастливых людей, которые с ним никогда не сталкивались? Фишинг — это особая категория спама, основная задача которого — украсть личные данные пользователя. И чтобы добиться этой гнусной цели, мошенники обычно отправляют письмо от лица какой-то крупной организации и сообщают пользователю, что у него возникла какая-то проблема. Например, ваш аккаунт заблокирован, вам назначен штраф, у вас возникла задолженность. И единственный способ справиться с этой проблемой — это залогиниться на соответствующем сервисе. И любезно предлагают нажать на ссылку, по которой это можно сделать. Ссылка, конечно же, ведет на мошеннический сайт вместо легитимного, и если пользователь по ней проходит и логиниться, его или ее данные оказываются в весьма ненадежных руках. С точки зрения построения классификатора фишинга, у этого типа спама есть две неприятных особенности. Во-первых, это дисбаланс классов. Фишинговых писем очень мало по отношению ко всему объему корреспонденции. Поэтому собрать репрезентативную выборку тут достаточно сложно. Вторая особенность — это очень высокая цена ошибки, ложноположительные ошибки. Связано это с тем, что мошенники чаще всего мигрируют под крупные организации, которые, в свою очередь, являются крупными рассылочками. Если мы ошибаемся на одном легитимном письме и по ошибке отправляем его в папку спам, то высокая вероятность, что целая рассылка похожих писем тоже окажется в папке спам со всеми вытекающими последствиями. Получается, что в случае фишинга нам нужно сделать очень точную модель при ограниченном объеме выборки. В общем, давайте теперь перейдем к разговору про наши модели. Первая система, которую мы выкатили, была логистическая регрессия. И работала она на двух основных группах признаков. Во-первых, это признаки по тексту. Во-вторых, это признаки по репутации отправителя. В качестве представления текста мы использовали мешок слов. И слова для этого мешка мы отбирали вручную. То есть вручную анализировать тексты писем и смотрели, какие слова специфичны именно для фишинговых паттернов. Что касается признаков по репутации отправителя, то, по сути, они содержали информацию о том, рассылали ли с этого почтового ящика в прошлом спам или нет. И идея здесь такая, что если все-таки рассылали, то высокая вероятность, что текущее письмо также является спамом. Но это не точно. Ну, логистическая регрессия на мешке слов может показаться игрушкой в эпоху трансформеров с миллиардными параметрах. Однако, на такой модели есть свои несомненные плюсы. Во-первых, это быстро. Время интернса, линейной модели, оно минимальное. Во-вторых, это просто. В продакшене не всегда есть возможность пользоваться питоном или какими-то специализированными библиотеками машинного обучения. При этом линейную модель легко заимплементить с нуля. И, в-третьих, это очень точно. Из-за того, что мы вручную подбираем слова для нашей модели, мы можем обучить ее детектить только крайне специфические фишинговые паттерны. При всех этих плюсах в этой модели есть один минус. Крайне существенный в контексте антиспама. Ее очень трудоемко дообучать. В общем, в чем тут дело? А дело здесь в том, что пользователи, точнее спамеры, они не сидят сложа руки и постоянно пытаются как-то нас обойти. Постоянно адаптируются к нашим классификаторам. Схематически это можно изобразить примерно вот так. То есть мы выкатываем новую модель, получаем просто блокировкам, и тут же спамеры начинают искать способы, как же ее обойти. Ну, их неутомимый творческий поиск рано или поздно заканчивается успехом, и они как-то нас обходят. Мы наблюдаем, что качество модели начинает деградировать, то есть она начинает терять блокировки. Нашим ответом на такую ситуацию является дообучение. То есть мы собираем фидбэк от пользователей, в основном жалобы на спам, дообучаем нашу модель и в худшем случае останавливаем статус-кво, а в лучшем даже вырастаем по числу блокировок. Естественно, как только мы выкатили новую модель, весь этот процесс адаптации и дообучения начинается заново. По этой причине в антиспаме важно не просто выкатить модель с хорошими метриками в виде Precision и Recall, но и настроить при этом процесс регулярного дообучения. Как же обстоят дела с адаптацией и дообучением в случае линейной модели на мешке слов? Ну, среди спамеров обойти такую модель относительно просто. Нужно заменить отдельные слова в тексте письма на синонимы, на синонимы, которых еще нет в нашей модели. Тогда нужны фичи обнуляться и, скорее всего, мы такое письмо пропустим. С нашей же стороны ситуация обратная. Добучение здесь достаточно долго и требует участия человека, потому что нам нужно собрать жалобы на фишинг, их прочитать, выделить новые слова, добавить соответствующие признаки в модель, обучить модель, ну и так дальше. То есть, во-первых, мы получаем высокую скорость реакции, во-вторых, тратим ценные человеческие ресурсы, которые хотелось бы потратить на что-то более интересное, чем дообучение уже существующей системы. Вот. Ну, ситуация крайне неприятная, и выходом из нее было бы автоматическое дообучение. Но чтобы реализовать автоматику, нам нужно отказаться от текущего представления текста и использовать что-то другое, что не требует ручного создания новых признаков. Ну, я думаю, многие догадались, что же я имею в виду под другие представления текста. А конкретно я имел в виду какую-то модель эмбэддинга, да, то есть модель, которая представляет предложение или отдельные слова в виде векторов. Вот. На тот момент в продакшене нам был доступен только фастекст, и мы не применули им воспользоваться. В общем, первое, что мы сделали, мы взяли нашу модель логистической регрессии и заменили признаки, значит, по мешку слов на фастекст эмбэддинг, а точнее на среднеарифметическое, по стекстам бэддингов слов-письма. Остальные признаки мы оставили неизменными. И вроде бы все должно быть хорошо, но нет. У новой модели были проблемы, достаточно серьезные. Во-первых, она давала много ложноположительных результатов. Во-вторых, она не откликалась на дообучение. То есть мы собирали ошибки модели, дообучали ее, закрывали этот паттерн, но она начинала давать новые ошибки. И было непонятно, что делать с этим. В общем, мы предположили, что дело, скорее всего, в том, что в пространстве признаков фастекст эмбэддинга разделяющая поверхность между классами не очень хорошо описывается плоскостью. И решили взять классификатор посложнее. А точнее, полносвязанную нейронную сеть. Она же и все, наверное. Ну, если бы нейронка одним махом решила все наши проблемы, то это бы автоматически означало конец моего доклада. Но, как вы, наверное, догадались, так не получилось. Этого не случилось, поэтому мы продолжаем. В общем, у нейронки были ровно те же самые проблемы, что и у логистической регрессии. То есть мы получали много ложноположительных срабатываний, и при этом модель плохо отзывалась на дообучение. Перед тем, как я расскажу, как мы все-таки с этим справились, я должен сделать небольшое отступление и рассказать в целом про жизненный цикл нового классификатора в антиспаме. В общем, предположим, что первый шаг в случае новой модели уже сделан. То есть мы собрали выборку, подобрали гиперпараметры, обучили какую-то модель с адекватными метриками на отложенной выборке. Тогда весь последующий жизненный путь модели можно схематически изобразить вот на таком графике. Всего тут можно выделить три стадии, три эпохи. В общем, стадия номер один – это первая выкатка в продакшн. То есть первый контакт новой модели с реальным потоком писем. Чаще всего первая выкатка – она комом. Модель чаще всего на первой итерации не самая идеальная. Ну, далеко не идеальная, скажем так. И второй этап, получается, это ручное дообучение на фидбэк. То есть мы начинаем эксплуатировать модель, начинаем собирать жалобы пользователей, дообучаться и постепенно расти по качеству. Дообучение здесь ручное, потому что на данном этапе модель может вести себя не очень стабильно. То есть резко падать по блокировкам, либо давать всплески по ложноположительным срабатываниям. После какого-то количества ручных дообучений мы все-таки достигаем оптимального качества и добиваемся стабильной работы такой модели. И тогда начинается третий и последний этап, когда мы отправляем модель на автоматическое дообучение. Точнее, подключаем ее к существующей системе автоматического дообучения. И на этом этапе, в принципе, про модель можно забыть, только изредка посматривать, как она себя чувствует. Вот. В случае фишинга подобная схема действий почему-то не работала. Несмотря на все наши усилия, мы оставались в печальном левом нижнем углу. И было не очень понятно, что делать. И мы тогда решили, окей, раз привычная схема не работает, давайте тогда пойдем другим путем. Раз уж основная проблема с этой моделью в том, что она дает слишком много ложноположительных срабатываний, давайте вначале пожертвуем реколом и сделаем очень точную модель. А затем, отталкиваясь уже от этой модели, посредством дообучения доведем рекол до оптимального уровня. Окей, разно сделано. Ну, какой самый простой способ улучшить пресижн? Меньше количества ложноположительных срабатываний. Добавить в обучающую выборку большое количество объектов класса 0. Опять же, где их взять? Ну, самый дешевый способ — это взять какую-то другую модель, разметить нужное количество писем и добавить в обучающую выборку. У нас под рукой была наша старая модель на мешке слов. У нее был не самый лучший рекол, но зато отлично пресижен. И из-за того, что мы и так на данном этапе жертвовали реколом, нас эта модель более чем устраивала. В итоге мы просто залогировали несколько миллионов писем, точнее их признаков, разметили старой моделью и увидели, что там большая часть объектов принадлежит классу 0. Ну, это легко объяснить. Фишинга, во-первых, мало, а во-вторых, у старой модели был не самый лучший рекол. В общем, мы не стали единички удалять, и все размеченные данные добавили уже в обучающую выборку к нашей нейронке. Обучили новую модель и получили то, что хотели. Новая модель была очень точной, но по естественным причинам рекол был крайне низок. И следующий шаг в нашем плане, следующий пункт в нашем плане был повысить рекол при помощи дообучения. И тут опять мне нужно сделать небольшое отступление и рассказать в целом про то, как мы дообучаем модели. В чем же тут дело? А дело в том, что поток писем постоянно меняется. Поэтому от моделя, который работает в продакшене, важно не просто иметь хорошие метрики в виде пресижна рекола, но и быть стабильным к изменениям этого потока. То есть не давать резких вплесков ложноположительных срабатываний и не терять резко блокировки. Такое вполне может быть. Вот. Из-за того, что хорошую модель сложно найти, легко потерять, при дообучении мы используем дополнительную регулировизацию на, говоря максимально абстрактно, состояние старой модели. То есть, что конкретно происходит? Ну, к примеру, у нас есть некая текущая модель, которая нас, в принципе, устраивает. И есть обучающая выборка, на которой эта модель обучалась. Ну, и назовем эту обучающую выборку старыми данными. Есть фидбэк от пользователей. По сути, ошибки этой модели, то есть то, что мы пропустили, и то, что мы неверно определили как спам. Вот. И этот фидбэк назовем для простоты новыми данными. И все, что мы хотим, это пофиксить ошибки текущей модели, и при этом минимально поменять ее параметры. При дообучении мы, соответственно, собираем и старые, и новые данные, но делаем различия между объектами старой выборки и новой. То есть, когда мы обучаемся на объекте и старой, то мы как раз используем LogLoss плюс дополнительная регуляризация на старую модель. Если же объект приходит из новых данных, мы используем обычный LogLoss. Ну, в противном случае, модель есть шансы ничего нового не выучить, и на выходе из этого обучения мы получим просто старую модель. Ну, касательно того, как эту самую регуляризацию на состояние старой модели можно реализовать, здесь куча разных способов. В случае линейных моделей мы просто использовали эвклидовое расстояние между весами старой и весами новой модели. А в случае нейронки мы применили кое-что другое. А конкретно мы взяли среднеклограмматическую ошибку между вероятностями старой и вероятностями новой модели на старых данных. И взяли MSU Loss с неким весом альфа, который отвечал как раз за степень регуляризации. Чем больше альфа, тем, соответственно, у нас более консервативное дообучение, больше новая модель, больше похожа на старую. Ну, естественно, новых данных никакой реализации мы не использовали. Использовали обычный LogLoss. Ну, тут, наверное, возник не мой вопрос. Как же так? Почему мы используем MSU Loss при решении задачи классификации? Поэтому я хотел бы дать некоторые объяснения, почему мы делаем именно так. Ну, во-первых, почему вероятности? Альтернативой использованию вероятностей могли бы быть Logite. То есть, могли бы использовать какой-то лосс на Logite. Но на практике оказалось, что не очень хорошо работает. Объяснение здесь такое, что между Logite может быть очень большая разница, но между результирующими вероятностями разница может быть минимальная. Ну, к примеру, если одна модель выдает минус 50, а другая минус 40, у нас кейлос будет сотня, а разница между вероятностями будет незаметная. Другой способ регуляризации – это штрафовать за отклонение весов новой модели от весов старой. Ну, опять же, на практике это тоже не очень хорошо работало, и объяснение здесь может быть такое, что полносвязанная нейронная сеть – все-таки достаточно сложная модель, и заметно разным конфигурациям весов могут соответствовать очень схожие предсказания. Окей, почему MSE? Ну, аргумент номер 0 – это первое, что пришло мне в голову. Аргумент номер 1 – это симметричность этого волоса. Ну, мы принимаем старую модель за некий эталон, но при этом допускаем, что она может где-то ошибаться. И априори мы не знаем, в какую сторону на конкретном объекте обучающей выборки она может ошибаться. Может быть, она не добирает вероятность, может быть, она наоборот берет слишком вправо. Мы не знаем, и использование симметричного волоса позволяет исключить, в общем, какие-то паясы в этом отношении. Ну и второй, самый убийственный аргумент – это просто работает. В принципе, нашу функцию потерь можно рассматривать как некую вариацию волоса в дистилляции знания. Вариация, в которой схождение кульпокаляблера была заменена на MSE-лос. Последнее, что я хотел бы сказать про нашу функцию потерь – это привести небольшой числовой пример касательно того, как это вообще работает. Ну, предположим, что есть некий объект, обучающий выборки, на котором старая модель выдала скор вероятность 0.6, и метка у этого объекта единичка. Если бы мы использовали голый лог-лосс, то оптимум была бы тоже единичка. Но в случае нашей функции потерь с дополнительной регуляризацией на вероятность старой модели, оптимум новой функции потерь будет 0.67. В общем, то есть мы позволяем модели взять вправо, взять в сторону большей вероятности только на 0.07. Отдельный вопрос – много ли это или мало? И ответ такой – зависит от из кейса. В нашем случае оказалось как раз. Ну, окей, давайте теперь вернемся к нашей полносвязной модели. Мы оставили ее в состоянии, когда у нас был очень точный классификатор, но с таким-то смешным реколом. И мы планировали посредством дообучения этот рекол довести до оптимальных значений. Ну, в общем, тут история максимально банальная. Вооружившись тем самым лоссом, мы провели несколько дообучений, и нам удалось довести кристоблокировок до оптимального параметра, практически не потеряв былой точности. В общем, после того, как мы это сделали, все те нолики, все те объекты класса 0, которые мы добавляли в обучающую веку, чтобы сделать модель точной, мы удалили, и ничего не сломалось. Ну, объяснение здесь такое, что мы достаточно хорошо регуляризуемся, и во время дообучений информация о тех ноликах из модели не уходит, и она не теряет прежние точности. Окей, ну, кажется, что это финал нашей истории с полносвязанным классификатором. В общем, мы получили хороший престижен, получили хороший рекол, дело за малым, осталось только подключить эту систему к автоматическому дообучению и, в общем, перейти к другим задачам. Но тут нас ждала другая проблема. Дело в том, что в случае фишинга очень мало фидбэка. Очень мало. То есть десятки жалоб за неделю. И сложно здесь вот в чем. К примеру, за неделю пришло... За неделю пришло 10 жалоб на фишинг. И вполне может быть такое, что 8 жалоб соответствуют одному паттерну, 2 жалобы соответствуют другому. И согласно стандартной процедуре мы делим наши старые и новые данные на трейн и тест. И вполне может так и сдаться, что 8 точек первого паттерна окажутся в трейне, а 2 остальных точки окажутся в тесте. И при дообучении мы увидим, что престижен рекол на новых данных, он на тесте равен нулю. И делаем неверный вывод, что дообучение провалилось. Хотя, конечно же, это не так. Альтернативой одному сплиту на трейн и тест могла быть кросс-валидация, но там мы получаем n разных моделей, а выкатить можем только одну. Ну, что же мы тут придумали? Ну, приняли сломоновое решение. Давайте тогда делать кросс-валидацию на трех фолдах и просто усреднять веса получившихся моделей. У нас были сомнения касательно того, что это будет работать, но они не оправдались. Опять же, объяснение здесь может быть такое, что из-за регуляризации модели не очень сильно отличаются друг от друга, и поэтому мы ничего не ломаем. Окей. В принципе, на этом история с нашим классификатором фишинга может считаться оконченной. И в конце я хотел бы сделать две вещи. Во-первых, подвести итоги, отметить все плюсы и минусы всех тех трех моделей, которые мы попробовали. И в конце рассказать про те жизненные уроки, которые мы извлекли, работая над этой задачей. Ну, в общем, если начинать с первой модели, логистической регрессии на мешке слов, хочется сказать, что это, в принципе, рабочее решение, неплохой пресижен, в принципе, разумный рекол. Единственная проблема, чтобы ее обучить и дообучать, нужно участие человека. Поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда у вас высокая скорость адаптации к вашим системам, и у вас нет лишних ресурсов, то это вариант не для вас. Если все-таки ресурсы есть и адаптация не очень быстрая, то это вполне разумное решение, которое будет вам практически ничего не стоить. Окей. Что касательно логистической регрессии на эмбэддингах, в нашем случае постекста, ну, у нас завести ее не удалось, но это не значит, что этот подход в целом порочен. Заметным плюсом использования именно эмбэддингов является то, что дообучение можно автоматизировать, то есть не создавать, не делать новые признаки вручную, а просто рассчитывать эмбэддинги на новых образцах. Ну и последний вариант — полносвязная сетка на эмбэддингах. Ну, это самое лучшее, что мы попробовали, и то, на чем мы остановились. Здесь, в общем, ничего плохого не могу сказать. Единственное, чтобы полносвязную сетку запустить, нужно иметь возможность запускать полносвязные сетки. Возможно, не для всех это возможно, но в целом, если есть способности к запуску нейронных сетек в продакшене, то рекомендую этот вариант. Ну и в конце — жизненные уроки. В общем, урок номер один. Постепенные улучшения не всегда работают. Или работают так медленно, что результатов не видно. И тут, наверное, стоит все-таки сделать какой-то большой скачок, то есть решить задачу с какими-то очень грубыми упрощениями и затем уже двигаться и улучшать то, что получилось. Урок номер два — это данные для модели, а не модель для данных. Но тут идея такая, что если мы делаем модель, которая будет работать на потоке, который может меняться непредсказуемо, то не так важно, как модель описывает доступную обучающую уборку. Важно, как она ведет себя на потоке. И один из способов управлять ее поведением, точнее, его задавать — это менять состав обучающей выборки. То есть дополнение к подбору гидропараметров. Ну и третий и последний урок — это лосс для задачи, а не задачи для лосса. Ну, в принципе, если считается, что MST-loss — это исключительно лосс для регрессии, не значит, что его нельзя использовать для классификации. В принципе, лосс зависит исключительно от контекста задачи, а не от того, является ли это задачей регрессии или классификации. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok